Вот, у нас сегодня будет 12-й Псалом. Давайте откроем эту книгу Псалты, 12-й Псалом. Псалом Давида. Очень интересный Псалом. Он говорит о победе. То есть я даже назвал эту тему достижения победы. То есть каждый из нас должен достигать победу. Как бы там ни было, не смиряться с каким-то поражением или еще что-то, достигать ее. Слава Богу, вчера был такой, ну это уже перетекает и в проповедь, и в свидетельство. У нас вчера был турнир по футболу. Приезжала Скоргана команда, там местные были, да, мы договорились в спортзале технокерамики, ну там на заводе и провели этот турнир. И слава Богу, мы заняли первое место. Привезли такой большой кубок. Он сейчас стоит, да, в центре, грамота висит, там все серьезно. И знаете, каким ходом мы пошли? Мы взяли с собой человека, который конкретно сидел и молился за каждого из нас, когда мы начинали играть. И получилось, ну брали одного, а второй еще там мышцу потянул, и они уже два молитвенника были. Я даже вот для себя записал, что два человека за нас молилось. И слава Богу, Господь он помог. Вот понятно, то есть до этого мы и центром молились, то есть мы и в церкви, то есть пытались молиться об этом, чтобы Господь совершил это. Было четыре команды, первое место наше, так что мы даже помним курганцам вчера этот кубок давали, они там и селфи делали, и фотографировали с ним. Ну, то есть я говорю, ну можете даже попить с него, там поцеловать, все равно мы его заберем себе. Так что вот они все эти атрибуты сделали и отдали нам эти вещи. Так что я вам что хочу сказать, вот это достижение победы, оно просто так не удается. То есть все ребята были сильные, все готовили, все желали победить этого, но Бог был на нашей стороне, и слава Богу, то есть вот это вот приятно. А то всегда мы рассказываем, что это было второе, третье место, третье, второе, а тут, представляете, первое. То есть это, ну, на самом деле здорово. Вот, давайте прочитаем 12-й псалом. Как же Давид, он достигал эту победу? И здесь написано. Начальник ухора Псалом Давидов. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем, день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мною, призри, услышь меня, Господи Боже мой. Просвети очи мои, да не усну я снов смертно, да не скажет враг мой и одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же, уповая на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. Вот, очень интересный Псалом, который говорит о том, как Давид достигал победы в своей жизни. И если вот посмотреть в свою жизнь, то не всегда они, большие победы сразу же приходят в нашу жизнь, но они начинают копиться, знаете, от каких? От маленьких побед. То есть, маленькие победы, они начинают приносить большие победы. То есть, начиная мы в своей жизни с малого, Бог, надо больше потом встать. Это библейские принципы. То есть, и вот этого мы должны научиться сегодня с вами, что мы в каждом дне побеждаем или проигрываем. Все в наших руках, и Бог знает то, что мы нуждаемся в этом наставлении, и Он оставляет его. И сейчас, читая Ветхий Завет, мы это видим, наставление, как Давид поступал. Первое, то, что я увидел, как Давид достигал победы, он не смиряется со своим поражением. Не смиряется со своим поражением. Смиряемся ли мы с теми поражениями, которые, может быть, мы терпим в своей жизни? Мы видим в его жизни, что он не смирялся с этим поражением. Знаете, что страшное? Самое страшное, это когда верующий человек смиряется в своей жизни с каким-то грехом. То есть, просто опускает руки и говорит, все, я не могу его победить. Смиряется, то есть, принимает этот грех и живет всю свою жизнь с грехом. Это самое страшное. Я врагу этого не пожелаю, чтобы верующий человек смирился с каким-то грехом. Смотрите, что Давид говорит в первых этих двух стихах. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мною. То есть, Давид, он не желает смириться со своим поражением. Давид не считает нормально вот эти три вещи, и они здесь сказаны. Первое, что Бог скрывает лицо свое от него. Второе, что он пребывает в печали, и что враг вознесся над ним. То есть, для Давида это не было нормальным, для Давида это не было, знаете, каким-то в порядке вещей. То есть, Давид, он переживал. Почему я сейчас в печали? Почему враг мой восстает надо мной? Почему Бог скрывает свое лицо от меня? То есть, что такое? Что произошло? Может быть, этот контакт прорвался? Почему это произошло? То есть, Давид это беспокоит. Знаете, есть адрес в Откровении. Очень хороший адрес. Я даже брата вчера поздравил этот адрес. Это Откровение, 3 глава, 11 стих. Здесь написано. «Сей к виду спора. Держи, что имеешь». Держи, что имеешь. То есть, многие из нас, они не держат это. Понимаете? Вот Бог дает вот эти личные отношения, а мы... Ну, подумаешь, Бог не отвечает. Подумаешь, я не чувствую его. У меня давно нет откровений. Ну и ладно. Как-то человек берет и просто забывает, живет, ну, жизнью этого мира и так далее, и так далее. Своей какой-то человеческой жизни. Но я вам хочу сказать, мы должны возобновиться в своем искании Господа. Не почитать это за нормальное, что сейчас Бог не отвечает или скрывает лицо свое, а держаться то, что мы имеем. И Давид переживал об этом. Он не желал смиряться со своим поражением. Он понимал то, что это ненормально, когда Господь скрывает свое лицо. Потому что в Исаии четко же сказано, помните, в первой главе, Исаия, пророк, он говорит, что грехи ваши, что? Отвращают лицо мое от вас. Понимаете? Давид, он переживал. Мы очень много можем читать в Салмах. Он говорит, Господь, испытай меня, поставь меня на верный путь, переплавь меня. То есть покажи, на верном ли я пути. То есть человек, он переживает о этих вещах. Он не просто относится как-то халатно к своей жизни. Поверьте, у нас одна жизнь. У нас не будет второй какой-то жизни. Ну я не говорю сейчас о вечности. Я говорю о том, что мы не будем какой-то кошечкой или собачкой. Или у нас еще будет какой-то момент обратно вернуться там и пожить, исправиться, жить нам сегодня. Сейчас нужно поступать правильно. Давайте прочитаем 4 и 5 стих. Смотрите здесь, что написано. То есть Давид, он начинает бороться. «Призри, услышь меня, Господи Божий мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не вознесутся, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». То есть Давид что делает? Давид молится, чтобы Господь избавил его от смерти, которую могли бы причинить ему враги, и чтобы они не возрадовались его поражению. То есть молитва – это неотъемлемая часть нашей жизни. Я помню даже такое высказывание человека, он так интересно сказал, он говорит «Все превращайте в повод для молитвы». То есть такое слово «превращайте», оно маленечко не к месту, но оно понятное нам. «Все превращайте в повод для молитвы». То есть у тебя какое-то поражение – начинай молиться. У тебя есть благодарность или радость сердца – начинай благодарить Бога. У тебя проблема с окружающими – начинай молиться. У тебя проблема с братом или сестрой – начинай ходатайствовать за этого человека. То есть все должно превращаться в повод для молитвы. Поверьте, я, знаете, даже как в своей жизни делаю, меня Бог этому научил. Когда я какого-то человека вспоминаю, который я давно не видел или не слышал о нем, я понимаю то, что Бог напоминает меня сейчас взять и помолиться за этого человека. И я нахожу время и беру и молюсь за этого человека. Давид у нас учит этому же, что как бы там ни происходило, как бы там ни сгущались вот эти вот краски, он говорит – ищите Господа, начинайте молиться Ему. С самого начала нужно вставать на борьбу, чтобы одержать победу. Это тоже один из главных принципов. Не тогда, когда мы уже потерпим какое-то поражение, не тогда, когда мы проиграем уже или отступим, или там погрузимся, знаете, в какое-то болото. А с самого начала нужно вставать на борьбу, чтобы одержать победу. Я это вчера понял. Если бы первую игру мы проиграли, вторую – не факт, то чтобы мы потом уже победили. С самого начала нужно серьезно относиться, вести себя серьезно, то есть не допускать каких-то там вещей и так далее, и так далее. В христианской жизни это намного серьезнее. Это вам не просто мячик покинуть. Это не просто там еще какие-то вещи. Ну, подумаешь, зачастую, знаете, мы как говорим, да что мы там, на корову играли, что ли? Да подумаешь, ну ладно, следующий год там выиграть. Но жизнь у нас одна. Мы не должны в Господе проигрывать. Помните, Бог говорит, если вы стоите на моей стороне, то вы кто? Вы уже победитель. Даже весь мир против вас, а я за вас, вы в победителях. Мы победим. То есть вот это вот должно постоянно нас стимулировать и пододвигать к тому, чтобы мы просили Господа о победе. Это было второе – просить Господа о победе. Иногда мы забываем об этом, иногда мы пытаемся смиряться, иногда мы пытаемся просто надеяться на свои силы, искать проблему в каком-то человеке или разрешение проблему в каком-то человеке. Но самое главное, мы должны помнить, что просить нужно победы у Господа. Эта ошибка видно и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, что люди зачастую пытаются решить свои проблемы через какого-то человека, но забывая Господа. Элементарно, Иоанна 5 глава. Помните ситуацию, где 38 лет больной сидел возле Вефезды, и никто ему не мог помочь. Уже сам Иисус подошел к нему и говорит, что ты хочешь? Он говорит, хочу быть исцеленным, но не имею человека, который бы вовремя опустил, когда там ангел спускается и возмущает в воду. Понимаете? Но сам Бог уже перед тобой стоит в оплоти и спрашивает, что ты хочешь? Он говорит, хочу исцелиться, но не имею человека. У этого человека была проблема. Его проблему разрешить может только человек. Понимаете? И зачастую мы точно так же думаем, что это какой-то служитель. Это, наверное, пастор должен за меня решить проблему. Это еще какой-то человек. Вот он может разрешить? Да нет. Поймите то, что вашу проблему может разрешить только Господь. К вашему сердцу может проговорить именно те слова, которые будут достаточны и доступны для вас только Господь. И Давид это понимал. Он был как царь, он мог бы там вот так щелкнуть, там столько бы народу набежало бы, и советников, и защитников, и так далее, и так далее. И Саула этого дважды он мог убить. Понимаете? Он мог многое, что сделать, но он просил Господа о победе, чтобы Господь шел впереди, а он шел за ним. Третье. То, что Давид делал, чтобы достигнуть победы, он ожидал Божьей помощи. Ожидаем ли мы эту Божью помощь? Ждем ли мы ее? Или мы просто иногда формально делаем, ну, верующие не все молятся, ну, я сейчас помолюсь, ну, как бы галочку сделаю, и пойду и начну делать сам. Ожидаем ли мы ее? Помните, Саул, он в чем погрешил? То, что он не дождался Божьего Слова, он не дождался этого пророка и начал сам приносить жертвы, и так далее, и так далее. Поторопился. Он не ожидал Божьей помощи. Он понимал то, что там очень много войск набежало, как песку на берегу. Он понимал то, что народ разбегается, и так далее, и так далее. То есть, и он не ждал этой Божьей помощи и начал делать сам. Но смотрите, что делает Давид в 6 стихе. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твое, воспою Господу, от благодетельствующему меня. Давид твердо верит в победу от Господа, которую он даст по своей великой милости. Иногда мы почему-то надеемся только на себя, на какие-то там свои земные подпорки, что вот это мне поможет, вот это вот мне поможет как-то выжить или устоять, или еще что-то. Но зачастую Господь почему-то отодвигается назад. И можно даже вывести такой интересный принцип, что только тот, кто во Христе, может уповать на Господа и ожидать помощи. Если человек, он не находится во Христе, как вы думаете, он может уповать на Бога? Да нет, то есть для него это будет закрыто, это будет для него вообще темный лес. Как вы думаете, тот человек, который не находится во Христе, может ли он ожидать помощи от Господа? Да нет, конечно. Он опять же будет идти своим путем, он будет пытаться сам подкладывать свой путь и так далее, и так далее. Но Давид, он твердо верит в победу от Господа. И это сегодня нас учит тому, чтобы каждый из нас, он пересмотрел свои отношения. Каждый из нас, он посмотрел на то, побеждаю ли я в каждом дне. Ведь у нас всегда есть выбор. Или мы поступаем по блоте, или мы поступаем по духу. Или мы начинаем угождать себе, или мы начинаем угождать Богу. От этого будет зависеть, будем ли мы побеждать или будем проигрывать. Один такой пример. Один был ответ такой христианки. Во время гонений в Англии, в начале 19 века, патруль остановил пожилую христианку и задал ей вопрос, куда она идет. Ну, она, как христианка, не желая лгать, но в то же время желая, чтобы, если возможно, чаша сия миновала ее, старец ответил, умер старший брат, собрались родственники, сегодня будем читать его завещание. Ее тут же опустили. Понимаете? То есть она вроде бы и не солгать хочет, чтобы чаша миновала. И она берет и начинает говорить, что умер старший брат, собрались родственники, ну, братья же, сестры, да? Сегодня будем читать его завещание. Все, ее взяли и отпустили. Что видно в этой старице? То есть какой она пример нам дает? То есть она в этой ситуации побеждает. Она в этой ситуации побеждает, и я думаю, Господь, Он ей просто дает мудрость, и нам в свое время Он будет точно так же давать этой мудрости. Если мы будем желать, если мы будем просить у Него, помните в послании к Якову написано, тому, кто не достает мудрости, что нужно делать? Просить, и дано будет, как без упрека. То есть Господь не упрекнет, не скажет, слышь, так ты вчера просил. Ты вчера, ну, ты че, ты че такой вообще? Давай, 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 знаете, давай, давай. Я думаю, каждый из нас он должен просить у Бога. Просить у Бога этой мудрости, просить у Бога вот этой победы и достигать ее. Пусть Господь вот благословит нас еще больше рассуждать над Словом Божиим. И есть такое еще слово, это 33-й Псалом. Если кто-то из нас все-таки одержал поражение, то есть, а такое бывает. Я вам хочу сказать, если для кого-то это секрет, но я открою этот секрет. Иногда верующие люди, они могут оступиться. Иногда верующие люди, они могут одержать поражение. И что делать? То есть, все, опускать ручки, перестать ходить в церковь, бросить служение, сказать, да, все, ничего не буду, у меня не получается, я не такой, как они, у них все хорошо, я вот такой вот. Я вам хочу сказать, Господь, Он знает эту ситуацию, Он знает наш состав, Он знает то, что мы нуждаемся в этом. Он знает то, что этот мир, мы с вами, несовершенны. И Он посылает свою слову. Это в 33-м псалме, с 5-го стиха я прочитаю. И здесь написано, Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не поспедятся. Все нищие возвал, и Господь услышал, и спас Его от всех бед Его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. То есть я думаю, каждому человеку, когда он находится в таком состоянии, подавленном состоянии, в состоянии печали, или хаяли отступничества, или какой-то опасной ситуации, что нужно сделать? Нужно взыскать Господа, нужно обратиться к Нему, нужно не смиряться с тем поражением, которое есть, и искать вот этого обновления Господа. Здесь написано, кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не поспедятся. То есть здесь стыдного ничего нет, когда человек осознает свою немощь, и свою зависимость от Бога, и пытается исповедать, пытается покаяться перед Ним. Так что я думаю, каждый из нас, он должен просто видеть, и слышать эти слова, которые они свидетельны. Сейчас есть время для молитв. Давайте мы сейчас будем с вами молиться именно об этом, чтобы Господь, Он учил нас достигать победы в каждом дне. Продолжение следует...